Привет, просветители! Первый ролик в декабре. А что это значит? Правильно, снежинки, огоньки на заднем фоне, елочка, новогоднее настроение, которое у ютуберов наступает всегда на месяц раньше, чем у обычных людей. Но, во-первых, этот год... Нужно ли мне вообще что-то говорить про этот год? Еще не признали на агентом? И за это спасибо. Во-вторых, я не дома. Ну а в-третьих, вот уже пару лет декабрь не особо ассоциируется у меня с беззаботностью и весельем. Если вы давно подписаны на мой канал и смотрели это видео, то знаете, что именно в декабре, практически перед Новым годом, я потерял маму. Я уже давно хотел выпустить ролик о том, как пережить горе, как помочь близким, которые столкнулись со смертью родственников. И 22-й год, скажем так, подкинул повод. Сразу же важное уточнение. Я буду говорить только о своем опыте, что пережил я и что помогло именно мне. Очевидно, что универсальных советов просто не существует. Они есть только у псевдопсихологов из фильмов общего дела. Спойлер к содержанию следующего видео. Если вы тоже сталкивались с потерей, призываю вас поделиться своей историей в комментариях. Мне кажется, это как раз та тема, когда опыт других людей может стать поддержкой. Первый момент. Терять родителей больно и страшно в любом возрасте. Даже когда ты взрослый мужчина, переехал в другой город и давно живешь собственной жизнью. Пока жива мама, у тебя есть родительский дом, в который всегда можно вернуться и где тебя всегда ждут. А самое главное, если тебе повезло с родителями, а мне очень повезло, у тебя есть это ощущение безусловной любви. У тебя закрыт тыл. Безусловно, есть отношения, другие родственники, друзья. Но вот эта ниточка родитель-ребенок оказывается перерезанной. Сколько бы нам не было, для наших мам и пап мы всегда остаемся детьми. Теперь же я понимаю, что я окончательно взрослый. Не самое приятное ощущение, хочу сказать. Лечит ли время? Да. Становится гораздо легче. И как бы это сейчас не звучало, но жизнь продолжается. И та боль первых недель, конечно же, уходит. Потому что мы попросту не можем жить в постоянном стрессе. Скажем спасибо нашей психике, которая изо всех сил пытается нас защитить и примирить с новыми обстоятельствами. Но, и это большое но, каждый раз, когда в моей жизни происходит что-то хорошее, моя первая реакция – надо позвонить маме. Порадовать, похвастаться. И тут же ты вспоминаешь, что на том конце провода больше никогда не ответят. И вот это мгновенное возвращение в реальность, где человека больше нет, как мне кажется, едва ли не больнее первых недель. Тогда ты постоянно был окружен горем. И в какой-то момент это становится нормой. Неправильной, горькой, но тем не менее. Ты каждую секунду понимал, что все поменялось. А сейчас будто снова и снова бередишь рану, которая только затянулась. И опять вспоминаешь, что ты потерял. Такой мини-удар под дых. Ты вроде к нему уже и привык, но всякий раз больно практически как в первый раз. И вот можно ли избавиться от этого чувства? Я, честно говоря, не уверен. Когда смерть приходит в жизнь близкого человека, возникает главный вопрос. Как я могу помочь? И как мне кажется просто быть рядом лучшая помощь? Но, естественно, это самое нахождение рядом может очень сильно отличаться в зависимости от ситуации. С одной стороны, это действительно может быть близость в рамках одной комнаты. Или финансовая поддержка. А может быть помощь в организации похорон. И вот на последнем я бы хотел остановиться поподробнее. Потому что в школах нас этому не учат. Когда умирает член семьи, на тебя сваливается просто тонна бумажек, которые нужно предоставить, отнести, заполнить. При этом все это нужно сделать срочно. Желательно еще вчера. Кстати, мне вот прям вот так буквально и заявили в одной из организаций. И человек, который сейчас едва на ногах от горя держится, вполне возможно нуждается в помощи, в общении с этой бюрократической машиной. В этом плане мне безумно повезло. Мой племянник, если что, у нас небольшая разница в возрасте, а то звучит так, как будто я о ребенке говорю. Приехал за мной на машине. Посадил меня в машину. Это важно. Составил список мест, куда мы должны попасть. Узнал о документах. Отстоял со мной в каждой очереди. Начиная от морга и заканчивая ритуальными услугами. И если принять во внимание, что некоторые работники этих заведений ведут себя не совсем как люди, на меня в прямом смысле этого слова с матом орали в морге. Потому что, на их взгляд, у меня в паспорте неправильно стояла прописка. Потрясающие эмоции. Просто непередаваемые впечатления. Всем советую. В соседней комнате труп матери, а на тебя работник морга матом орет. У тебя паспорт не такой. Заметка на полях. Все с моими документами было нормально. Это просто работник. Ненормальный. Так вот, присутствие в такой момент рядом близкого или друга – огромная помощь. И я до конца жизни буду благодарен, что рядом со мной оказался такой человек. Поэтому, если вы чувствуете силы взять на себя часть этой бумажной волокиты или отправиться в ритуальные услуги, сделайте это. Но опять же, очень важный момент. Не стоит взвешивать свое и чужое горе. Да, тому человеку сейчас может быть гораздо хуже. Но это не значит, что я должен забить на себя. Если ресурса на помощь нет, не стоит строить из себя героя. Ваши чувства, переживания и проблемы тоже валидны. Ситуация, когда в итоге на похоронах придется откачивать вас, абсолютно точно никому не поможет. Сколько человек должен горевать? Столько, сколько ему нужно. Если вы не бросаетесь на гроб в слезах – это нормально. Если бросаетесь – это тоже нормально. Ненормально осуждать кого-то из-за неправильных эмоций. 5, 6, 7… Вот здесь, конечно, слезинок не хватило. Не особо-то она его любила. Слезы и заламывание рук – не символ любви. Как и полное отсутствие внешнего проявления эмоций – не признак безразличия. Мы никогда не узнаем, что творится в душе человека и что происходит за закрытой дверью. И вот, кстати, о ней. Все, что предшествует похоронам и сами похороны – это шок. Мы действуем просто на автомате социальных конструктов. Так, сначала звоним сюда, потом отвозим туда, получаем вот эту бумажку, так теперь в банк. И все это продолжается вплоть до поминок. Чаще всего кругом люди, иногда их даже слишком много. И так или иначе тебе приходится держать лицо. И до конца осознать, что произошло, у тебя попросту нет времени. А вот когда все уходят, и ты остаешься один на один с пониманием «её или его больше нет», вот тогда и начинается самая страшная часть. Поэтому очень важно попытаться не бросить человека именно в этот момент. Показать, что он не один. Повышенное внимание общества в первые три дня может зародить мысль «мне нужно забиться вот в тот уголок и не мешать другим жить». А если ты в принципе воробушек-социофобушек, то этот шанс повышается просто в разы. Люди вам звонили, кто-то отпросился с работы, другой дал денег, третий помог в организации. И просить еще помощи, ну, как-то неправильно. Если у вас есть силы, дайте понять своему родственнику и другу. Вы будете рядом и на четвертый, и на пятый день, а также и на десятый, и на двадцатый. Нуждаться в поддержке в такие моменты – это нормально, как и желание помочь любимому человеку. Быть не осуждающим, быть тем, рядом с кем можно горевать именно так, как нужно тебе, а не бабе Нюре и тете Наташа. Это огромная помощь. Просто помолчать рядом дорогого стоит. Если человек не хочет делиться подробностями смерти и рассказывать о своих чувствах, не пытайтесь вытащить эту информацию клещами. Возможно, он просто еще не готов. Вместо подобных разговоров можно банально сходить в ближайший магазин и купить продуктов. Любая самая обычная помощь в бытовых вещах сейчас максимально ценна. Но не о еде сейчас человек думает, а есть все равно надо. Если вы в достаточно близких отношениях, то стоит спросить, может быть, нужно остаться на ночь? Потому что первая ночь в новом статусе может быть очень страшной. Самое плохое, что можно сделать, увидев первые ростки и возвращение к жизни, это заявить, тебе вообще-то горевать нужно. Вы удивитесь, сколько людей попытается это сделать. И обязательно напомнить, что горевать-то нужно по-другому. Но, естественно, не в лицо. Просто намекнут. Да и вообще они не это имели в виду. Если же возвращаться к личному горю, мне кажется, очень важно дать себе время. Не пытаться перешагнуть этап прощания. Я уже в порядке, завтра на работу, гоним прочь плохие мысли. Не прожитое горе вполне вероятно рано или поздно догонит. И эффект от такой встречи, возможно, будет весьма ярким. Другая крайность – чувство вины за улыбку, смех, моменты счастья. И вот в такие секунды я напоминаю себе. Меня любили. А любовь – это не эгоизм. Ты хочешь, чтобы объект твоих чувств был счастлив. Поэтому, если мы продолжаем жить, это не предательство. Это исполнение желаний любимого человека. После смерти мамы я постоянно пытаюсь делать что-то хорошее. Потому что, пока она была жива, она приносила в этот мир только добро. И меня. Это, конечно, такое себе достижение. Поэтому лучший способ показать свою любовь и почтить ее память – это просто жить, стараться быть счастливым и помнить о ней. Друзья, если вы хотите поддержать меня, то поставьте лайк этому видео, так оно наберет больше просмотров. Отдельное огромное спасибо всем подписчикам моей страницы на бусте. Вот, кстати, топовые бустеры. И если вы хотите поддержать меня, смотреть ролики раньше всех и без рекламы, ну и, кроме того, получить доступ к записям стримов и другому бонусному контенту, то переходите по ссылке в описании. Кроме того, не забывайте про мой телеграм. Там интересно. И все новости об образовании появляются гораздо быстрее. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.